Верблюд, разом с телятами, амали ручные голубы, янот и медведь, яких подарили былые господары. Один в своем роде и на всей территории Беларуси за осад створает православный святар Жирович. На площади у некоторых гектаров гуляют кони, лани, дикие козы, яких навод можно палашить. Як працует уникальный зоопарк, и для кого тут будуют новые вольеры с подробностями Дмитрия Смирнова. Православный святар частое присмаками янота. Доволе незвычайная картина, але только не для жировичев. У гэтых мястинах можно побачить и больший эксклюзив. На кшталт лисиной семьи, спевающих Апаулина, тихо-лубов, что кожную ранницу выпускает у полет настоятель Слонимского свято-тройцкого собора Дмитрий Семуха. Больше жихоров демских осаду такую назву даліг этому месту створальники подарили з розных регионов нашей країны. Медведя нам подарили люди, которые его вырастили с маленького возраста. И они приезжали к нам, они привыкли к нему и передали, так скажем, нам как в надёжные руки. Еноты также были подарены нам тоже одним из контактных зоопарков. Те ж страусы, что зараз обживают жировицкие луги, приехали аж на скобрына. При заявлении, каля огороджи Айца Дмитрия, могутные птушки махают крылами и подбягают повитаться. На свой особливый страусовый манер. Гэта саправды нейкий адемский сад. Побыч гуляют с козы, вось там у вольеры сядзить медведь, неде кричить фазан. И вось такая милота у меня на руках. А лишь текавая тут не только живёл и птушки. Само место, где зараз бегают лани, была и резиденция Казначея, Великого княства Литовского, Боярина, Солтана. Миновит айон, сгодно с паданием, ещё в конце 15-х, а с того годя поставил неподалёк первый драуляный храм на месте заявления иконы Божьей Мати. Мы все должны стремиться к той первоначальной, первосозданной красоте, которая была в том месте, где жили наши прародители Адам и Ева. Поэтому у нас такая задумка, чтобы все животные, которые могут быть совместимы по своей среде обитания, чтобы они жили вместе, дружно. И показывали нам всем пример. Першопочатковых это зяуляет, алипотым ты означает, что тут саправды смиксованные межи не только географичные, а и видовые. По божзнутре плавают кашки, а янот и лис не полохаются человека. Навод верблюдица Алиса добросумленно относится до кони и телят. Верблюдицу нам тоже подарили, привезли люди, услышали о нашей такой задумке и привезли сюда. Мы, правда, не знали, как с ней обращаться, но уже сейчас у нас появился опыт. И она у нас жила на конюшне с лошадьми. Лошади сначала как-то так смотрели подозрительно на своего, так скажем, собрата, совсем нетрадиционно выглядящего. Но потом они подружились. Зараз тут чекают новых же хоров. Дельники молодежного православного братства уже выкупили волков и теперь рыхтуются для их вольеры. Ну, свежий воздух, зарплата стабильная для нашего маленького родка. Верблюда покормить можно? Да, возле медведя пройти. Где так вплотную пройдешь? В зоопарке-то нет. Сейчас заканчиваем медведью клетку, охраждение будем делать. Ну и будем начинать вольер, наверное, для волчат, для белок тоже вольер. Эдемовый сад отца Дмитрия поширается с кожным днем. Частково навод удалось изнасти и одновить старожитные шляхетские саджалки Майонка. Глядяши, як обживаю цих кашки и нутры, недохопу у новых туристичных группах у найближайший час не будя. Дмитрий Смирнов, Виктор Бака, Слонимский район.